В этом доме на улице Никитинской, 53, уже стало заметно теплее, причем платить за тепло жители стали на треть меньше. Здесь был проведен капитальный ремонт системы отопления, согласно современным требованиям энергосбережения. По словам главного инженера управляющей компании, трубы утеплили. За эффективностью потребления ресурсов следит автоматика. После реконструкции мы внедрили сюда насосно-циркуляционную схему с погодного регулирования теплоносителя, что выражается в экономическом эффекте. На 35%? На 35% почти, да. Уменьшили затраты на отопление. Кроме того, затраты на проведение ремонта теперь будут компенсированы за счет федерального бюджета. Такую возможность дает новая госпрограмма, которая реализует фонд содействия реформированию ЖКХ. И впервые в России возмещение расходов на проведение энергоэффективного ремонта получили 4 дома в железнодорожном районе Самары. Эти 4 дома получат 80% компенсации от той суммы, которую они потратили на энергоэффективные работы. Это возврат тех средств, которые они потратили, поэтому они их дальше могут использовать по своему усмотрению. Но я знаю, что эти дома, эти люди, председатель ТСЖ и управляющая компания, которая здесь работает на этих домах, они настроены на повторную подачу заявки. Закон это не запрещает, соответственно, выполнение каких-то иных работ. Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ занимается продвижением программы и помогает жильцам стать ее участниками. На совещании, которое прошло в Самаре по инициативе центра, были вручены сертификаты и озвучено, что сегодня заявки на участие в программе подали еще 34 дома в Самарской области. А уже в ближайшее время их число будет расти. Для этого нужно провести энергосберегающие работы и выполнить ряд условий. Много параметров. Это и серия, это и материал, сделанный домом, да, это и показания приборов учета. Ну, единственное, есть ограничения, какие дома могут получить поддержку. Это дома не старше 60 лет и не моложе 5 лет. Это дома обязательно, у которых открыт спецсчет в рамках сбора денег на капремонт. И, соответственно, там обязательно должны быть приборы учета. И дом не должен быть признаваться аварийным. Максимальная сумма, которую может получить от государства дом, где проведен энергоэффективный капремонт, 5 миллионов рублей. Однако позже ТСЖ может подать повторную заявку. Важно, чтобы эти работы продолжались, привели в порядок отопления, можно взяться за электричество. Завершили работы в одном доме, беремся за следующий. И наша с вами задача, и ваши в том числе коллеги, которые уже стали победителями, да, помочь соседям, друзьям принять участие в этой программе на 20-е и следующие годы. Теплый дом – главное при планировании затрат на его содержание. Ведь это та статья расходов, которую возмещает государство. А 5 миллионов можно снова направить на работы по энергосбережению. И снова получить компенсацию. Олег Зверев, Константин Головин. События.